Команде Бобруйска-1 сложно скрыть эмоции. Вместо сирены звучат фанфары. В очередной раз наши лучшие на турнире спасателей. Занимают первое место в мини-футболе и показывают достойный результат в остальных этапах состязания. Победителям вручает главный приз – кубок председателя Бобруйского горосполкома. Капитан признается – успех в универсальной подготовке. С 2010-го ни разу не проигрывала. То бишь последних 11 раз выигрывали. В очередной раз мы отстояли свой кубок завоевать. Это тяжело, но отстоять всегда еще сложнее. Соревнования – отличная возможность встретиться с коллегами из разных городов. Гродно, Новополоцк, Речица, Минск, Бобруйск и даже Нарафаминск. Всего 9 команд. На три дня сотрудники МЧС меняют привычную форму на спортивную. Первый в списке – волейбол. Здесь всех превосходят россияне. Очень приятно, что откликнулись как команды областных управлений города Минска, так и команда Нарафаминска. Самое важное, что эти спортивные мероприятия прошли без травм. Ребята получили положительные эмоции. Появились новые знакомства. Я надеюсь, что завязались дружеские отношения. Поэтому буду надеяться, и мы, как принимающая сторона, надеемся, что этот турнир будет продолжаться. Самым зрелищным этапом троеборья становится пожарный спорт. Подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж – часть системы боевой подготовки. Длина пути к учебной башне – 32 метра. В общекомандном и личном зачетах побеждают спасатели из Гродно. В рамках этой напряженной спортивной борьбы, я думаю, что все были достойны стать чемпионами. Однако, где-то кому-то улыбается удача, кому-то нет. Я однозначно могу заверить всех, что достаточно высокий уровень подготовки, потому что спорт является базовым для профессиональной подготовки спасателей, является фундаментом успеха вообще в боевой работе. Этот турнир становится 18-м по счету. Он проходит ежегодно и традиционно посвящен профессиональному празднику. Наши бойцы успешно справляются с любыми угрозами. Только за 2021-й спасено более 6 тысяч человек. Каждый день сотрудники МЧС отвечают на вызовы судьбы ради сохранения чужой жизни.